Ну вот, друзья, всех приветствую, Дмитрий Флегантов, с вами вновь, у нас лето вернулось, и на душе, знаете, как-то стало приятнее, вот, а самое главное, стало тепло и, что важно, сухо. Итак, подошла очередная дата проверки масла у нас, то есть, как бы, очередную тысячу отмотали, до ТО-2 остается чуть больше трех тысяч километров, время извлечь щуп из картера и посмотреть, что-нибудь там изменилось или нет. Обрадуюсь я или опечалюсь. Давайте откроем капот и посмотрим в очередной раз. Так-с. Так-с. Мотор 1.8. Ну что, середина пока еще держится. Так, давайте посмотрим еще разок. Опа-ньки. О, серединка. Вот и отлично. Да, ТО, я думаю, дотянем. Должно, наверное, где-то... Где-то, наверное, должно остаться к ТО-2. Ну, четверть, может, щупа. Ну, а сейчас, друзья, небольшая рекламная пауза. Я расскажу вам о проекте, который вас реально заинтересует. И потому что, ну, тема очень актуальна. Я сам очень заинтересовался. Поэтому и рассказываю. Вот, смотрим. Вот, друзья, все мы пользуемся смартфонами. И для вас эта информация покажется интересной, я думаю. По крайней мере, я очень заинтересовался, потому что мой телефон уже пора менять. Смотрите, представляю вам официально вполне компанию SmartPrice. Это российская компания, которая занимается продажей и сертификацией электроники, выкупленной по программе Trade-In. То есть, как у автомобиля есть Trade-In программа, так и у смартфонов, как вы знаете. Так вот, товары, которые вы приобретаете здесь. Вот сайт этой компании я вам показываю. Представлены товары. Вот смотрите, вот каталог товаров можно открыть. Все знаковые бренды, все смартфоны. Вот они, видите, есть из чего выбрать. Фильтр можно задать по ценам и экономия. Вы приобретаете телефоны с гарантией, которая составляет, кстати, 90 дней. Это очень неплохо. Телефоны прошли ряд проверок и сертификацию. То есть, вы покупаете, по сути, новую вещь по значительно низкой цене, как вы видите. И самое-то главное, вы здесь застрахованы от подделки, насколько я узнал. Потому что компания очень следит за этим. Если даже в магазине можно купить поддельный смартфон здесь, вы от этого застрахованы. Здесь только оригиналы представлены. И, значит, друзья, смотрите, внизу оставляю ссылку. Изучайте. А поскольку я это все вам вполне официально озвучиваю, вот для вас промокод. И для меня тоже, кстати говоря. Который дает вам скидку 9,5% на любую покупку в компании SmartPrice. Так что выбирайте, используйте промокод, экономьте. Очень интересно, на мой взгляд. Ну что, а теперь переходим к основной теме сегодняшней. Поехали. А теперь немножко, друзья, пофилософствуем. Пусть это будет ответом на вопросы, которые неизбежно возникают у меня на канале. Суммирую вопрос. Суть такая. Почему у тебя все так позитивно? Почему ты расхваливаешь, не хочешь замечать очевидное там чего-то и так далее? В общем, имеется в виду в автомобиле. Почему я вижу только положительные стороны? Ну, ответ максимально простой. Потому что отрицательных сторон я пока не вижу. Вот за те деньги, которые я выложил за этот автомобиль, недостатков я не вижу, ребята. Поломок пока не было. То есть каких-то, не знаю, там повышенного расхода чего-либо я тоже не наблюдаю. Вот, кстати, по маслу, да, вот 1,8. Мы сейчас посмотрели мотор, который славился масложором, да. Завод сказал, что изменил конструкцию, доработал. Вот на моей машине, пожалуйста, масло не ест. Здесь понимаете, в чем дело? Вот тоже здесь дело в отношении. Вообще, как вот вы эту ситуацию рассматриваете? То есть для одного человека, вот он увидел когда-то, что на его машине уровень масла не шелохнулся. Там весь межсервисный интервал. И он считает, что это нормально, все так должно быть везде. И это эталон, так скажем. Вот. А вот, допустим, другой человек, он ездил всю жизнь, там, не знаю, там, на BMW, там, или там на Volkswagen, допустим, на Skoda. И у него, соответственно, там, литр на тысячу он добавлял, допустим. Ну, есть и такое, там, и нормы-то прописаны у них драконовские. Потому что они ничего с этим сделать не могут. Вот. Соответственно, там, и не засудить их, и ничего. Вот такой расход. И он это считает особенностью. Потому что у нас ведь как отношения? Если русская машина, это значит неисправность. Это значит плохо, это значит дерьмо и так далее. Не умеют делать, рукожопые. Прошу прощения за такую терминологию. Вот. А вот то, что иномарка, это особенность конструкции. Это всегда у них особенность. Вот меня это умиляет, вот это вот отношение такое. Ну, вот. Облизывание всего, так скажем, не нашего. Вот били народу в голову и начинают. Итак, возвращаемся к теме. То есть, ну вот, действительно, ничего не происходит. О чем мне сказать-то вам? Вот я же для того машину и купил, чтобы посмотреть. Вот я хочу ездить на русской машине, да. По цене, цена-качество здесь меня абсолютно устраивает. То есть, я получаю максимум по минимальной цене. Вот. Найдите лучше, что называется. Вот сейчас кто-то написал там, X-Line я купил там. Ну, X-Line я вот тоже смотрел, как бы, тестил его даже. Ну, не зашло. Не то, ребята. Киа у нас вот есть сид в семье. То есть, седая тоже не купил. Так что так вот. И тут ведь еще немалую роль играет отношение вообще к жизни. Как вы вообще настроены. Насколько вы человек оптимистичный. Потому что люди тоже ведь разные есть. У каждого своя планка, так скажем, ожиданий от жизни. У кого-то она высоко задрана, у кого-то она нормальная. Там человек живет, довольствуется тем, что есть. И есть, вот знаете, это как вот по женщинам судить. Если даже можно вот пример такой привести. То есть, одна такая принцесса там ни рожи, ни ума. А из себя вся и ждет там принца, который ей там будет миллионы отстегивать. Она не будет ничего делать. Вот. А другая нормальная. С нормальными взглядами на жизнь. И простая. И, естественно, ничего из себя не изображает. Итог. Первая всю жизнь страдает, потому что эти ее ожидания никогда не реализуются. Потому что не за что ей платить. Там нет ничего. И как она не размалюется, этой стоимости ей не прибавит. А к тому же, если учитывать то, какую жизнь эти женщины ведут, если их так можно назвать, как правило, то это уже товар, так скажем, третий сортный, если не дальше. Уж простите, но такое мое мнение. Вот. А это нормальная, простая. Она вышла замуж, родила детей, и все, и живет замечательно. И ус не дует, и все у них хорошо. Вот. Потому что они реально смотрят на жизнь, эти люди. Они... Система ценностей у них правильно выстроена. И поэтому и жизнь счастливая. Вот и так же и в автомобильном мире. То есть есть люди, которые, в принципе, ну, средства им не позволяют делать все, что они хотят в этой жизни. А им хочется. И возникают претензии. Они, во-первых, раздражены постоянно, недовольны. Все время выискивают какие-то во всем недочеты. У них все всегда виноваты, что они плохо живут, что не могут получить то, что им там платят, тут мало, тут... А при этом сами, причем зачастую работать просто не хотят. Ну вот. Я с таким очень часто сталкивался. Вот. Так, и, собственно говоря, и вот и кладе у них. Вот вдруг этот самый... Такие ожидания там, что вдруг им там должны инженеры поставить В-8 там двигатель, гибридную вообще установку, автопилот там из красного дерева, им из кожи носорога там торпеда обшить там и все, и так далее. И чтобы это все было, ну, 1300. Вот, нормально, вот так вот. Это ж наша машина. Должно же быть все дешево. Вот. Такое, знаете, такие, не знаю, как это, ну, не хочется никого обижать. Такие из прошлого представления. Вот, вот так вот. Из позднего до перестроечного прошлого. Вот так, наверное, правильно сформулировать это. Вот. То есть, ну, они могут это сделать. Лада может все сделать. Вот. Она может это все. И в кожу, хоть в крокодила там, не знаю, там. Вот. Детеныша крокодила причем. Только, ребята, стоить это будет тоже соответственно. И вы это будете покупать? Я думаю, что, наверное, не будете. Вот. Вот. Лада делает доступную машину, качественную доступную машину по очень вменяемой цене. И я эту машину купил, и я ее не разношу, потому что ни за что. Я получил то, за что я заплатил. Здесь есть все. То есть, она абсолютно, на мой взгляд, вот в классе, она свою стоимость оправдывает на 100%. По всем своим показателям. Как она едет, по комфорту и так далее. Кстати говоря, сейчас и более дорогие автомобили. Премиальная лоб в лоб, вот моя рубрика. Внизу там будет список тем. И там автообзор, и там как раз лоб в лоб рубрика. Ну, посмотрите, там я показываю салоны. То же самое пластик, все то же самое. И это ладно, если прокатиться на этих машинах, они по комфорту, в принципе, то же самое. Там разницы кардинальной нет. Вот в чем дело. То есть, надо быть реалистами, надо реально на вещи смотреть. А есть, знаете, еще такая категория. Они купят вот такую дорогую машину и начинают ныть. А вот у меня все плохо. Я мне дорого эту машину обслуживать. ТО первое, там вот есть у меня пример крузака. Купил человек, ну не тянет, не тянет по деньгам. Ну блин, ну ты наскреб, ладно, хорошо там, напродавал там, накопил там, кредитик. Взял там этот самый, купил. Ну ничего, первое ТО стоит там 25 тысяч. Ааа, дорого, где деньги взять? Резина стоит сколько? Фару разбил, сколько стоит? Поломки, они тоже ломаются. Они ломаются еще почаще, чем вот эти самые Б-шки. Но это скорее Ц-шка. Веста, свой кросс я больше к Ц-шке отношу. В топе, когда она в топе. Да и по салону так, по размеру-то она как бы большая. Ну вот, поэтому Б плюс, Ц вот так вот, как-то погранично. Так что, я не знаю, ребята, тут надо просто смотреть на вещи реально. И надо быть оптимистами. А что себя загонять-то? Ну вот, стремиться к большему, да, удовольствоваться малым. Вот и все. Жить посредством. И не отчаиваться там, не знаю, в депрессию-то себя не загонять. А то иногда посмотришь. А есть еще, кстати, такое, кстати говоря, очень, так скажем, наблюдение. Вот люди, которые по жизни такие говнистые, вот что же, прошу прощения за такие слова, они все дерьмо к себе притягивают. Потому что подобное притягивает подобное. Они дерьмо изливают из себя. И к ним дерьмо приходит. То есть, вот, не зря говорят, какой водитель обычно, такая машина. Вот, то есть. А еще, кстати, в Библии слова есть хорошие. По вере вашей да будет вам. Вот, видите, даже там так написано. А уж тут слово Божье, кто верит, так скажем. Так что, вот, иномарку облизывают и прощают ей все. Абсолютно все. Потому что реально есть люди, которые покупают там, вот, допустим, новую Camry. Это я просто из опыта своего рассказываю. И потом попадают на движок в период обкатки. Там не запускаться машина, допустим. Или застучал. Вот такой вот случай был. И так далее. Таких случаев-то очень много. Вот мне часто кидают ссылки тоже на разные каналы. Где, ну вот, допустим, канал, где юрист оказывает услуги юридические. Вот когда иномарки там разносят в пух и прах, что там и краска слезает, там и где-то... И двигатель там меняют по пять раз. Это все нормально, это все, да, там все и так пытаются тут оправдывать. Вот основная часть. Как только тема УАЗ, тема Лада, там все понеслась. Вот они там, а по Ладе, да по этому самому, по УАЗу, там тем минимум. А все в основном вот эти повторяющиеся бренды известные. Наши раскрученные, премиальные в том числе даже. Ну, так чего? А где плохо-то? Там деньги люди заплатили гигантские и получили вот такое вот дерьмо, извините за выражение. Ну, и что? Так что тоже... И вот, да, кстати говоря, тоже говорите, что вот, понимаешь, там вот люди вот снимают, вот у них же вот сломалось там чего-то. Так, а вы посчитайте, сколько этих людей сидят на Ютубе, снимают свои вот эти вот проблемы. А ведь многое зависит еще от водителя, опять же. То есть немногие ездить умеют. Не зря говорят, поменяйте прокладку между сидением и рулем. И такое бывает. Какая бы машина ни была наворочена, но ее тоже умудряются убить. Отсутствием обкатки нормальной, прогревов и так далее. Потому что ведь современно же надо жаровать там вот, ну, и в итоге экономией там на всем. Или начинают лезть, считают, что обязательно что-то там доделать надо. Обязательно надо все масла слить, все заменить. Наслушаются всякой чепухи, вот. И начинают потом заниматься ерундой. А потом все у них начинает сыпаться. И потом, ааа, а чего? А вот то. Потому что не надо лезть, а машине мешать работать. Все хорошо будет. У семьи нянек, дитя без глаза, вот оно здесь подходит. Кто сильно тут заморачиваться начинает, у того все начинает сыпаться. Давно известная истина уже. Кто занимается вплотную обслуживанием автомобилей. Вот. Так что, так что вот. И вот они эти единицы, да. А кто-то хайп вообще ловит. Кто-то, может, вообще специально эти темы. Кому-то конкуренты заказали машину обкакать. Потому что, ну, мы знаем, как рекламу заказывают на канала. Секрет, не для кого это. Вот. А сколько купили машин? Вот сколько там? 111 в прошлом году вест продано. 111 тысяч вест продано. В России. В России. Ну, так и чего? А вы представляете, если будет какая-то массовая проблема. Все дилерские центры крякнут. Потому что люди на гарантии будут обращаться с этой проблемой. Там будет очередь. Это знаете, какой шум будет. Это пресса сразу все это поднимет. Потому что и так-то вот очереди как бы бывают. Вот ТО, допустим, да, попасть в дилерский центр. Там по записи ты не приедешь в любой день. У тебя очередь стоит перед тобой. Вот на ТО там, вот на ТО, вот этот на ТО стоит. И все. А по ремонту, кстати говоря, поеду на ТО 2, я вам сниму специально. Сколько там машин вообще в ремонте стоит у них. В ремзоне. И вот и все. И вы посмотрите это. Кстати, мы и здесь эндоскопом заглянем. Вот насчет масла тоже проверим. Будет ли там нагар в цилиндрах? И будут ли задиры? Тоже интересно. Эдоскоп есть? Заглянем, посмотрим. Вот. Так что вот такая моя позиция. И если нет причины для беспокойства, если я уже во второй раз убеждаюсь, покупая новую продукцию автоваза, что это качественные автомобили, я не вижу причин говорить что-то обратное. Я знаю, эта тема непопулярная, когда хвалят. Любят. Вот вчера я написал. Проблема. Все. Отзывная. Фух. Сразу налетели. Все. Смотрите. А, что же там? Что же у него сломалось там? А ничего не сломало. Все нормально. Все посмотрели. Не течет. Не течет у меня. Ну и чего? Как с этим быть? Я что, специально это делаю, что ли? Вот там тебя смотрят, говорят, для смеха там смеются. Ну смейтесь, ради бога. А я показываю вот автомобиль вот вам, чтобы люди реально смогли оценить. Вот кто к покупке присматривается, посмотрели вот обзор нормальный, подробный на каждую. И формат я еще такой задал, что я каждый день практически показываю эксплуатацию. То есть любой ремонт, он выскочит. Да, естественно, я его покажу. Это же просмотр же сразу мне добавит. За то, что я Ладу хвалю, мне за это никто ничего не платит. Так что вот. Чисто на добровольных началах. И я вот, кстати, про критику. Да, я абсолютно не против критики. Если она объективная, конструктивная. Понимаете? Не орать там то, что вот все там плохо. Там указать конкретно на проблему. Вот, смотрите. Как вот на Патриоте я тогда, да, с этой, с прошивкой. Поехал к дилеру. Нашли мы, потратил свое время. Потому что я хочу, чтобы эта машина стала хорошей. Блин, потому что она мне нравится. Вот и все. Поэтому ездил, тратил время. Но кто-то же должен делать. У нас так не будет русских машин, если мы будем все свое ругать. Не будем покупать. И не будем какие-то действия производить. У всех производителей есть косяки, так скажем. Есть отзывные и так далее. Наши тоже до этого дожили. Вот Лада, она уже по этому, по сервису сравнялась абсолютно с иномарками. А то и лучше где-то. Вот. УАЗу еще, конечно, да, надо подтягиваться. Вот такие рассуждения, такая философия. Так что вот, друзья, в общем, на этом я завершаю. Вот моя позиция. Вот, в это видео я буду просто прикреплять как ответ на многие комментарии. Специально записал, чтобы вы вот видели. Да. И все. Даже вот горло пересохло от ораторства. Так, ну ладно, друзья, все, всем пока. До новых встреч на канале. Поеду в Москву в понедельник. Там буду тоже обзорчик снимать. Ну и другие у меня дела там есть. Поэтому вот будет оттуда репортаж. Все, пока.